Мирная организация здравоохранения одобрила новую методику России по статистике летальности от COVID-19. Москва первая из регионов страны перешла на обновленный метод подсчета. Он позволил более тщательно классифицировать случаи смертей среди людей с диагностированным коронавирусом. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Государственного совета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин. Лучшие патологоанатомы страны и Москвы работали, не покладая рук, чтобы разобраться во всем этом. И сегодня в соответствии с теми рекомендациями, которые вы выработали, мы сделали даже шаг вперед от того, что есть в мире. Потому что есть в мире один анализ. Вот человек умер, у него есть положительный тест на коронавирус, значит мы его туда и записали. На самом деле картина намного сложнее. Она состоит из того, что человек, имея тест на коронавирус положительный, действительно умер от коронавируса, но привела к двухстороннему воспалению легких и так далее. Вся картина, вот эта ковидная, она просто прямо указывает, что человек умер от ковида. В Магаданской области за минувшие сутки не было выявлено новых случаев ковид-19. К настоящему времени уже выздоровели 173 человека из 239 всего зарегистрированных за все время заразившихся. Новых летальных случаев нет. В мэрии Магадана провели заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Обсудили подготовку к проведению единого государственного экзамена, дезинфекцию мест общего пользования и организацию отдыха детей летом. Первую лагерную смену проведут в дистанционном формате. Всего в областном центре организовали 21 площадку с общим охватом более 2000 человек. Питание в онлайн-смене – продуктовые наборы из соков, нектаров, фруктов, а также молочной продукции. Выдавать витаминные ланчбоксы будут раз в неделю. По словам организаторов, даже при сложной эпидемиологической ситуации нужно занять детей полезным делом. Конечно, нам надо совместно всем и органам власти, и общественности, в первую очередь думать о своих детях и ставить перед собой задачу организации совместного их отдыха в летний период. Мы, со своей стороны, мэрия города, мы, конечно, будем стараться организовывать и где-то рабочие места в тот период, когда будут какие-то послабления. Это и пока организация дистанционных летних площадок. По словам организаторов детского летнего отдыха, если эпидемиологическая ситуация станет лучше, то вторую и третью смену можно будет провести очно. Общий охват на таких площадках – 155 человек. Все педагоги, которые участвуют в оздоровительной кампании, прошли курсы повышения квалификации. Приоритетные направления в лагерях в 2020 году – организация полноценного оздоровления и досуга детей, создание условий для развития личности ребенка, а также помощь детям, которые проживают в социально неблагополучных семьях. Два часа общения – более 10 вопросов. Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с представителями региональных и федеральных средств массовой информации. Участниками встречи стали представители телекомпаний, печатных и электронных СМИ. В центре внимания – вопрос социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов, эпидемиологическая обстановка, зарплата. Мы не режем ни зарплату, более того, мы собираемся ее увеличивать. У нас растет зарплата в целом в регионе, по статистике. Может быть, если кто-то еще не почувствовал, но почувствует в ближайшее время, потому что вы знаете, что зарплата бюджетников, те, кто попадает под указ президента, она напрямую завязана с средней зарплатой промышленности. Здесь динамика хорошая. У нас, по данным Росстата, только реальная зарплата за первый квартал увеличилась на 7%. 107% к аналогичному периоду прошлого года. Полную версию общения главы региона с журналистами смотрите сегодня сразу после программы «Магаданское время» в 20.15 в эфире телеканала МТК «Видео». Российская академия наук подтвердила, что Магадан достоин звания «Город трудовой доблести». Колымский парламент получил экспертное заключение РАН. Документы на экспертизу отправляли в апреле. Напомним, в областную думу с инициативой выдвинуть Магадан на присвоение почетного звания обратилась мэрия города. Поддержку выразили также общественные палаты региона и областного центра. Вопрос был рассмотрен в марте. После этого историки, архивисты, музейные работники, юристы объединили исторические материалы, свидетельства, подтверждающие большой вклад магаданцев и предприятий города в достижение победы. В годы Великой Отечественной войны Колыма и Магадан были фронтом ударного труда. Несмотря на нехватку рабочих рук, техники и материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране 55,5% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана, 11 предприятий, поставляли одежду и продовольствие для горно-рабочих, обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. Сейчас ходатайство о присвоении городу Магадану почетного звания «Город трудовой доблести» на подпись у председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова и губернатора Сергея Носова. Его с полным пакетом документов и положительным заключением Российской академии наук направят президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение примет Российский оргкомитет «Победа». В Магаданской городской думе прошло заседание депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Прежде чем приступить к рассмотрению повестки дня, народные избранники вручили награду «Признание» за вклад в развитие спорта Элине Бурмистровой, тренеру и основателю школы художественной гимнастики. Элина Петровна покидает Колыму. Более 40 лет она отдала любимому делу в областном центре. Обладая глубокими знаниями и даром настоящего тренера, она вывела магаданских гимнасток на новый уровень признания. Мы со своей спортивной семьей, я с мужем Бурмистровым Евгением Петровичем и двумя детьми, приехали в Магадан. Муж занялся боксом, я занялась гимнастикой. Вот за 40 лет я работала только в одной спортивной школе. За это время подготовлено 57 мастеров спорта России. Один мастер спорта международного класса, Голубева Екатерина, у нас выпустилась в 2003 году и сразу же попала в сборную Санкт-Петербурга. А Санкт-Петербург тогда лидировал в России и попала в групповых упражнениях на Всемирную универсиаду, где завоевала, в Корее, где завоевала там три медали. Награда признания была вручена во внеочередном порядке. Ее вручили в рамках проведения церемонии награждения бал чемпионов. В условиях режима повышенной готовности мероприятие перенесли на сентябрь 2020 года. Мэр Магадана и депутаты городской думы поздравили Элину Петровну и пожелали успехов, после чего приступили к рассмотрению вопросов заседания. Основные темы – внесение изменений в устав Магадана, порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город Магадан». Это ряд изменений, касающихся в частности сроков опубликования решения о проведении конкурса, перечня документов, предоставляемых кандидатами, уточнение случаев принятия комиссии, решения о признании конкурса несостоявшимся. Мэр Магадана отчитался о проделанной работе за 2019 год. Городской бюджет исполнен по доходам на 7,4 миллиарда рублей, что составило 98% от уточненного годового плана. При этом безвозмездные перечисления составили 4,6 миллиарда рублей. Муниципальный долг на конец отчетного года составил 1,983 миллиона, увеличившись на 104 миллиона рублей. Это произошло потому, что мы были вынуждены принять решение о привлечении дополнительных кредитных ресурсов в размере 125 миллионов для сокращения задолженности перед внебюджетными фондами. Депутаты рассмотрели вопрос о назначении даты выборов в Магаданскую городскую думу 7-го созыва. По законодательным нормам мы приняли решение, на сегодняшний день не приняли решение, а утвердили на комиссии срок проведения выборов Всероссийского дня голосования согласно на 13 сентября 2020 года. Но предрекаю вопрос о том, что планируется, и рассматривается вопрос о том, что этот срок будет перенесен. Сегодня в стенах Магаданской городской думы состоялось также заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам муниципальной собственности. Народные избранники говорили о внесении изменений в положение о порядке установки в городе рекламных конструкций. Заслушали информацию об итогах приватизации муниципального имущества в 2019 году. Оформлено в собственность 18 объектов. Не удалось этого сделать по разным причинам 67 объектов. В план приватизации 2020 года дополнительно внесут 5 позиций. Это транспортные средства и исключат нежилое помещение по улице Якутской 43. Тренер по художественной гимнастике Элина Бурмистрова отметила свой день рождения. Элину Петровну в спортивный комплекс «Металист» пришли поздравить спортсмены, родительский комитет, представители Министерства спорта и глава города Юрий Гришан. Мы всегда гордились школой гимнастики магаданской. Я думаю, что есть надежда, что вы действительно, как я вначале говорил, посеяли все разумное, доброе, вечное. И девчонки все это дело здесь продолжат. Спортсменки магаданской художественной гимнастики не раз отличались на соревнованиях по Дальнему Востоку. Элина Бурмистрова проработала тренером столицы Колымы 40 лет, начиная с хореографа в 1979 году. За это время она воспитала 57 мастеров спорта. С 1 ноября 1981 года у нас официально открытое отделение. Так вот, я с чего говорю? Я горжусь тем, что я как начала в одной школе работать, и в ней вот и заканчиваю. То есть это приятно, что я не бегала по школам, бегать, правда, особо некуда было. Но все равно у нас такой всегда был коллектив, сколько было и директоров, сколько я пережила, можно сказать. Сегодня Элина Бурмистрова не только празднует день своего рождения, но и прощается с Магаданом. Скоро именитый тренер Магадана будет жить на побережье Черного моря. В Магадане виртуально звучат последние звонки. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки встречи организовывают в онлайн-формате. Сегодня попрощались со школой ученики первого лицея имени Надежды Крупской. В режиме видеоконференции выпускников и их родители поздравили учителя. Также с торжественной речью выступил мэр областного центра Юрий Гришан. Как песни поются, буквы разные писать, тонким пером, тонким тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Научили вас и писать, и читать, и считать, и производные брать. И вы выросли, возмужали и стали настоящими людьми. Вы учились в одной из лучших школ Магадана. Первой во всем. И я думаю, что память об этих днях, она будет у вас всегда. Учителя, которые находились в зале, соблюдали все санитарные нормы. Надели маски и перчатки, а также сидели в полутора метрах от друг друга. По словам директора Натальи Гришенко, организовать дистанционный последний звонок было непросто. Однако за последние пару месяцев, в течение которых школа была вынуждена уйти на онлайн-обучение, технологии педагогический состав освоил. Конечно, это очень сложно. Все, что новое, оно, конечно, вызывает что-то новое. Но я вам хочу сказать, что так как уроки у нас тоже, практически вся четвертая четверть была в онлайне, то есть я хочу сказать, я вижу тоже в этом положительно, какой что. Мы овладели все этим. И уже что-то нам это помогло. Конечно, это сложно, это трудно, потому что мы это проводим, видите, натурально. Вы сейчас все это увидели. Но надеемся, что все у нас получится. Дистанционный последний звонок постарались провести так же, как и обычный. И учителя, и выпускники подготовили номера. По словам организаторов, главное в такой эпидемиологической ситуации не лишать детей праздника. 34 выпускника, из них 7 медалистов. Впереди еще единый государственный экзамен. Однако педагоги уверены, что ребята со всем справятся. Учителя надеются, что на выпускной вечер ребята смогут прийти. Контрактные автозапчасти реализуют протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Принимаем заказы на защитные маски от организации города Магадана и области. По желанию заказчика наносим логотипы фирм. Телефон 607-262. Также маски в продаже в магазинах магаданские сувениры и футболки. На «Ленина-7» и на рынке «Фрэш», островок Таиланда. На здоровье делай ставку. Выбирай цветов доставку. Цветы. Дефисмагадан.рф Доставка бесплатна. Цены ниже. Удобный каталог свежайших красивых цветов. Береги себя. Заходи. Цветы. Дефисмагадан.рф 30 мая в Магадане ожидается дождь. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов ниже 0, днем 0, плюс 2. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 87%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы и крепеж в ассортименте. «Крас» мы работаем. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова